но у нас так много регулирующих органов которые дублируют друг друга что это мешает прогрессу и мы не можем построить высокоскоростную железную дорогу в америке посмотрите на нелепый проект высокоскоростной железной дороги в калифорнии где потратили 7 миллиардов долларов а в итоге получили 160 футовый участок бетона без рельсов фотографию этого участка можно найти в интернете так что пока это не очень быстро мы бы не назвали это высокоскоростной железной дорогой или даже просто железной дорогой там даже нет рельс может к этому времени их и положили но это такой комичный маленький участок 7 миллиардов долларов потрачены в основном на консультации по экологии и я не знаю на что еще но явно не на строительство высокоскоростной железной дороги так что мы не можем мы не можем у нас так много разных регулирующих органов и так много законов и правил которые мешают прогрессу что если так будет продолжаться, мы просто ничего не сможем сделать. Похоже, инженеры не разбогатели. Разбогатели консультанты по экологии, консультанты по климату, консультанты по защите окружающей среды. Кажется, что с каждым годом становится все больше консультантов, которые приносят реальную пользу, а не люди с реальными навыками, которые действительно двигают прогресс. Полезные вещи, продукты и услуги. Полезные, которыми вы можете пользоваться. Верно. Да. Так что это правда. Она думает, что если бы ты оказался на необитаемом острове, то хотел бы видеть рядом таких людей. Точно. Но ты бы не хотел видеть там консультантов по экологии. Они кажутся бесполезными, как будто ты собираешься. Ладно. Да. Да. Это как будто бы настоящие строители, которые делают что-то полезное, а мы в Америке каждый год усложняем им жизнь. Знаешь, мы в каком-то странном положении, как в фильме «Атлас пожал плечами», где есть еще одно правило, еще одно постановление и есть такая фраза «Ну ты справишься». Ну ты справишься. Ну ты справишься. Я думаю, что есть еще одно правило, еще одно правило. И вот это слова, и Атлас швак, «А вы будете работать, а вы будете работать, а вы будете работать».